Например, купили жилье по переуступке прав требования за 4 миллиона, потом сделали ремонт, и продаете его, к примеру, за 6 миллионов, если до момента продажи не прошло трех лет. По закону нужно заплатить налог в размере 13% с разницей между ценой покупки и продажи. В нашем случае это 2 миллиона рублей. Но фактически ваши расходы на квартиру больше, чем 4 миллиона. Ведь так, вы тратили деньги на строительные материалы, оплачивали работу строительной бригады. Т. ДПСТ 220 налогового кодекса налоговый вычет можно увеличить на стоимость отделочных материалов, облицовочных работ, разработку проектной и сметной документации, проведение отделочных работ, расходы на подключение к сетям электровода и газоснабжения и канализации или создание автономных источников. Кодекс не регламентирует требования к стоимости и качеству материалов, которые использованы для ремонта. Можно дополнительно получить вычеты за покупку обоев, плитки и прочих товаров. Единственное условие – общая сумма налогового вычета не может превышать 2 миллиона рублей. То есть вычет на отделку не увеличивает размер имущественного вычета, а входит в его состав. Для того, чтобы получить вычет, нужно подтвердить все расходы. Можно использовать Квитанция приходных ордеров Банковские выписки о переводе денег на счет исполнителя Товарные и кассовые чеки Акты о покупке материалов с информацией о продавце Договор с подрядчиком на оказание отделочных услуг Кроме того, плательщиком по данным договорам должен быть собственник, получатель налогового вычета. Фактические расходы учитываются только при покупке квартиры в новостройке или при самостоятельной постройке дома. Причем, если новостройка сдается с чистовой отделкой, то не попадет под льготу. Учитывается жилье, которое продается совсем без отделки, и это должно быть прописано в договоре. При покупке квартиры на вторичном рынке расходы на ремонт не включаются в сумму налогового вычета. Для того, чтобы получить вычет, нужно подать в налоговую пакет документов, декларацию 3НДФЛ, Справку о доходах Договор на приобретение квартиры без отделки и документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Платежные документы на приобретение квартиры. Документы, подтверждающие расходы на ремонт квартиры. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Как всегда, спасибо за лайк и подписку. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!